Всем привет! С вами канал Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Сегодня заканчивается третий день, как я нахожусь у себя в землянке. На улице уже темно. И как вы видите, сегодня намного теплее, чем было в прошлой ночевке. Причем, это мягко сказано, что намного теплее. Сейчас здесь практически как в сауне. Очень жарко. Я уже весь мокрый. И ничего не могу поделать. Так проветриваю периодически. А почему так получилось, я сейчас вам расскажу. Ну, во-первых, у меня появилась еще одна стена. Причем она уже присыпана с той стороны землей. Не полностью, конечно, но в большей степени. Эта стена пока еще открыта. На ней есть конденсат, потому что она холодная. Влага испаряется. Ну и кроме того, сегодня практически целый день идет дождь. И порой даже такой хороший, сильный ливень был. Вот вещи мои все сохнут, потому что сегодня я промок до нитки. С утра прогулявшись по лесу, я нашел несколько бревен, которые заготавливал заранее. И немного потерял их из виду, забыл как бы о них. И решил притащить их сюда и доделать эту стену, которая выходит в сторону леса. Так вот, принеся бревна, я снял баннер и начал укладывать бревна, подгонять их, подрубывать. Потому что все бревна в округе более-менее ровные, уже были мной использованы. И теперь приходится делать из того, что осталось. Они все очень кривые. И с ними сложно достаточно работать. Так вот, как только я снял баннер, как назло, начался дождь. Причем такой не слабый. Ну а стену нужно было доделать в любом случае, потому что ночевать с открытой стеной совсем не комильфо. Поэтому пришлось работать под дождем. Но все-таки уложил бревна и даже частично присыпал их землей. Разница в температуре, конечно, колоссальная по сравнению с прошлыми вечерами. Во-первых, конечно, на улице немного потеплело. Сейчас на улице около плюс 5. Ну и обсыпанная землей стена, конечно, очень намного больше удерживает тепла. И здесь я не знаю, сколько градусов. Но печка уже давно как бы прогорела. Там есть угли, но она очень вся горячая. И здесь не меньше 40 градусов, а скорее всего было намного больше, потому что очень жарко. Завтра с утра я вам покажу, как это выглядит снаружи. И буду продолжать обсыпать вот эту стену, возле которой печь. И заготавливать еще бревна для последней стены. Нужно уже сделать финальный удар. И наконец-то доделать полностью вокруг все бревна. Ну и начинать ее уже обсыпать полностью. И уже однозначно понятно, что эта печка справится в самые сильные морозы. Если землянка будет уже обсыпана землей, то здесь можно буквально париться, как в сауне. Сейчас только 7 часов. Можно было, конечно, еще заняться и печкой, и еще много чем. Но сегодня я изрядно устал. Буду отдыхать. Если честно, уже усталость накопилась за все эти дни. Хотелось бы, конечно, и денек просто повалять дурака, отдохнуть или половить рыбку. Но понимаю, что холода близко, и стену надо в любом случае закончить. Так что я собираюсь укладываться спать. Может быть, сейчас посмотрю какой-нибудь фильм. Ну а завтра с утра покажу, как все это выглядит снаружи. Ну и буду продолжать работы. Так что до утра. Я не прощаюсь. У вас это пройдет несколько секунд. А для меня вся ночь. Все, спокойной ночи. И еще забыл сказать. Сегодня землянка прошла практически со стопроцентным положительным результатом. Проверку на дождь. Стены и потолок все сухие. Нигде ничего не подтекало. За исключением вот этой стены, которая обтянута баннером. Здесь просто по баннеру стекала. Здесь она пристрелена скобками, степлером. И как бы да, бревна мокрые. Промокли. Но это все исправится после того, как баннер станет с нужной стороны. И присыпется землей. Я думаю, все это просохнет и все будет хорошо. Вот пришло утро. Около часа, как наступил рассвет. Я хорошо выспался. Хотя и долго не мог заснуть из-за сильной жары. От часов 12 ночи я подложил большую опаленце в печку и лег спать. И до сих пор, сейчас 7 часов утра. Очень комфортная температура. Спал я полностью всю ночь в футболке. Лишь сейчас одел кофту, потому что собираюсь выйти на улицу. Немного показать вам, что я вчера делал. И чем планирую заниматься сегодня. Печка до сих пор теплая. Вот эта вот каменная шаурма. Мне кажется, чем-то похожа. За вчерашний вечер очень хорошенько разогрелась. И всю ночь отдавала тепло в землянку. До сих пор здесь очень тепло. Сейчас я собираюсь выйти на улицу. Отсюда очень хорошо слышны крики водоплавающих птиц. Я постараюсь потихоньку выйти на улицу, чтобы их не спугнуть. И немного подсмотреть за ними. На улице свежо, но совсем не холодно. Я думаю, около 5, может 7 градусов тепла. Весь лес мокрый. Возможно, поэтому я устроил себе такую парилку. Потому что, не опасаясь, хорошенько топил печку. Да и тем более, что нужно было просушить все мокрые вещи. Но на самом деле, не так-то уж и много я подкидывал дровишек. Возможно, все-таки сильно помогло обсыпание землей стенок. Всю ночь был сильный шторм, ветер. А вот под утро полностью успокоилось. Вот эти вот водоплавающие птицы полностью оккупировали здешние места. Раньше их никогда не было. Я все никак не посмотрю в интернете, что это за вид. Как они называются. Какие-то очень необычные. Они вроде как и водоплавающие. Но с другой стороны, они гнездятся на деревьях. Когда у них был сезон размножения, в поле очень много валялось яиц, которые, видимо, выпадали из гнезда. Или, может быть, хищные птицы их разоряли. Их здесь была просто тьма. Очень много никогда. Раньше, в предыдущие годы, не видел этих птиц вообще здесь. Вот она летит недалеко. Вот эта белая конструкция. Это мой аккумуляторный ящик. Вот от него шли провода. Здесь у меня стоял шатер, в котором я ночевал летом и осенью. А здесь у меня находились аккумуляторы. Провода вели прямо к шатру. Так вот, я его хочу разобрать. Потому что сейчас листва вся уже опала с деревьев. И солнечную панель я могу поставить прямо на крыше землянки. И не нужно будет тянуть так много проводов. И этот ящик, получается, мне уже не нужен. И чтобы он не портил вид на берегу. Он с воды, когда проходишь на лодке, напоминает холодильник. Но я думаю, что может привлекать внимание ненужных людей. Еще мне закончилась ПВХ ткань. А мне нужно оббить еще одну стену для того, чтобы обсыпать ее землей. А остались лишь небольшие обрезки. В том числе и на этом ящике. Поэтому я его разберу и использую в строительстве. Здесь я временно подсыпал стыки баннера, чтобы не сильно поддувало. Потому что все равно придется разбирать, когда делать стену из бревен. Но вот тут я уже начал обсыпать полностью стену, которая выходит к лесу. Хотя совсем небольшой слой. Но щели закрылись. Стало в разы теплее. Ну а сегодня я хочу полностью подсыпать вот этот угол и стену, из которой выходит дымоход. Вот эта упорная стена специально сделана для того, чтобы земля не сцепалась к входной двери. В общем, этим сейчас и займусь. Вот сюда я хочу поставить еще один опорный столбик. Чтобы была возможность вот так вот выставлять бревнышки. Там немного укапываться в землю. И земля будет держать горизонтальные бревна. А вот этот вертикальный столб будет держать вот эту часть этих бревен. И тем самым земля от стены не будет скатываться вниз, смываться дождем. Вот так вот. После каждого пила, даже небольшого бревна, у меня сильно портится настроение. Потому что ножовка очень затупилась. И это сплошное мучение резать ей. Поэтому я и решил сегодня именно засыпать эту стену, а не заготавливать бревна на оставшуюся стену. Один из моих подписчиков, активно участвующий в жизни канала Календары Балова, предложил мне свою помощь. И так как он живет со мной в одном регионе, он готов приехать со своей бензопилой и помочь мне заготовить бревна на оставшуюся стену. Я, конечно, стараюсь не приглашать незнакомых людей к себе в лагерь. Но, в принципе, пообщавшись с ним по телефону, он мне показался адекватным и достаточно толковым человеком. Поэтому я сделаю исключение и приглашу человека. Думаю, мы, познакомившись, найдем общий язык и, возможно, будем дружить. Ну, вот столбик я вкопал, примотал его сверху проволокой. Теперь разберу вот эту конструкцию, которой я вчера вечером на скорую руку засыпал угол, чтобы сильно не сквозило. А сейчас разберу, закреплю баннер и начну засыпать землей. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти птицы, о которых я говорил, которые заполонили местный водоем Снова слетели сюда Очень шумные Утром будят меня своим кряканьем Кстати, может охотники или просто знающие люди знают, что это за птица Напишите в комментариях Очень интересно, какие их огромные стаи Вот так выглядят ботинки после работы Ну вот пока так я забросал землей эту стену Сейчас пошел дождь Не очень хочется сегодня промокнуть, потому что похоже подорвал спину Уже так прилично побаливает Не знаю, то ли это от физических нагрузок, то ли от того, что промок Может быть немного сквозняком продуло В общем, на сегодня земельными работами заканчиваю Сейчас обрежу ПВХ-баннер, чтобы он не соприкасался с дымоходной трубой И буду перемещаться в землянку Кстати, там до сих пор очень тепло Сейчас 3 часа дня И последний раз топил я в 12 часов ночи Очень хорошо держит сейчас тепло Хотя и на улице сейчас уже около 7-8 градусов Но все равно там значительнее, теплее Ну вот баннер подрезал Думаю, ничего не загорится, все будет в порядке И сейчас буду перемещаться в землянку Попытаюсь навести там какой-то маломальский порядок И займусь какими-то работами Которые можно делать внутри Потому что под дождем неохота сегодня стоять Ну и на этом я с вами прощаюсь До встречи в следующем видео Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь Всем пока!